Здравствуйте! Тема урока «Национально-освободительное движение с Рыма до Тула». Сегодня на уроке проанализируем реформы Игельстрома в младшем Жузе, определим причины поражения и последствия восстания. И следовательский вопрос, какие права казахов младшего Жуза пытался защитить с Рым до Тула? Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Посмотрите, пожалуйста, короткое видео. По указу 1782 года переход казахских аулов через Урал допускался только после того, Кахан-Уралы получит разрешение от пограничных властей. Поводом к восстанию послужил тот факт, что зимой 1982-1983 годов у казахов младшего Жуза, перешедших между речью Урала и Волги, старшинами казачьего войска было отогнано более 4000 голов лошадей. Начались стихийные волнения, стали повсеместно создаваться повстанческие отряды. Весной 1783 года казахи начали совершать набеги на Уральскую линию. Был совершен налет на Гириальский редут, взяты в плен несколько солдат и угнан скот. Оренбургский комендант направил степь карательные войска из оренбургских казаков и отряд из 1500 башкир. Сооруженное казахами каменное укрепление было взято приступом. Захваченные в плен 56 человек были отправлены на казенные работы. Летом 1783 года казахи совершали нападения и торговые караваны. Восставшие штурмом взяли крепость Карагайская, контролировали движение на тракте между Оренбургском и крепостью Илецкая. Возглавил восстание Батыр Сырым-Датулы. Первое крупное столкновение Сырыма-Датулы с казачьими отрядами произошло в июне 1784 года. Основные силы восставших располагались в районе Верхнего Яика и в Лизи Орского укрепления. В 1785 году казахи сражались с царскими отрядами в районе Нижнеуральской линии. Уже летом 1785 года восстанием было охвачено около 6000 человек. Напуганный размахом движения хан Нуралы попросил царскую администрацию прислать войска для подавления восстания. Реформа Игельстрома и попытка ликвидации ханской власти младшим Жузе. Слабость и бессилие хана вызвали возмущение у барона Игельстрома, назначенного в 1784 году генерал-губернатором Западной Сибири и Самары. Ему подчинялся Оренбургский край. По сравнению со своими предшественниками, это был хитрый и умный политик. Барон Игельстром придерживался принципа «разделяй и властву», и поэтому он пытался разделить младший Жуз на некоторые части, а также он хотел устранить с политической арены хана Нуралы. Для этого он пытался сблизиться со старшинами, которые были недовольны политикой хана Нуралы. Барон Игельстром быстро вник в сложившуюся ситуацию и понял, что хан Нуралы теряет свою власть и в то же время усиливаются позиции с Рыма, который хотел передать политическую власть в руки Совета Биев. В 1786 году барон Игельстром предложил проект реформирования ханской власти, суть которого состояла в полной ее ликвидации и открытии расправ и пограничного суда в Оренбурге. По реформе вся власть переходила по граничному суду, который состоял из членов царской администрации. В состав расправ барон Игельстром призывал старшин родоправителей младшего Жуза, которым также выдавалось царское жалование. Это вызвало недовольство среди казахского общества. Родственники хана Нуралы, потомки Абылая были против этого и также были против отмены ханской власти в младшем Жузе. В 1786 году состоялся съезд старшин младшего Жуза. Съезд старшин был организован бароном Игельстроном, в результате которого младший Жуз был разделен на три части. В его состав были избраны шесть родовых старшин. На административных должностях султаны были замещены родовыми старшинами, но выборы были проведены только в трех родах младшего Жуза. Пограничный суд не был связан через расправы со всеми родами младшего Жуза, что мешало влиять на местную политическую обстановку. По итогам съезда, 17 старшинам младшего Жуза было разрешено переходить на правый берег реки Урал. Реформа не решила всех вопросов, связанных с остановкой восстания. Вскоре недовольные напали на аулы, которые были под властью хана. Реформа не смогла ликвидировать ханскую власть полностью, а лишь ослабила ее влияние. Казахское общество не было готово отказаться от традиционной ханской власти. Как вам уже известно, 3 июля 1786 года императрица Екатерина II подписала рескрипт об отстранении Нуралы от ханской власти. Хан Нуралы был сослан в Уфу. Ссылка хана Нуралы стала причиной выступления против царского правительства, теперь и сторонников Нуралы, требовавших возвращения ханской власти в казахскую степь. А также в результате реформ Ильвестром отправил карательные отряды для подавления начавшейся восстания. Срым в интересах народа шел постоянно на конфликт с Оренбургской администрацией. Также он вел переговоры о поддержке своего восстания с Хивой, проводил политику создания независимого государства. Усиление восстания. Начиная с 90-х годов XVIII века, восстание под руководством Срыма Датоле приняло массовый характер. Уральское казачье войско, недовольное уступками Екатерины II, разрешившим казахам использовать зимой исконные пастбища, не прекращало карательных действий в отношении казахских аулов, захватывало в плен людей, угоняло скот. В ответ казахи начали нападать на казачьи отряды. Оренбургская администрация посчитала нужным усилить карательные действия против повстанцев. Возобновилась насильственная политика царских властей, проводившаяся до Игельстрома. Теперь власть приняла меры для пленения Срыма. В начале 90-х годов XVIII века родовые старшины, не желая разрыва с царской Россией, стремились к налаживанию отношений с уральским казачьим войском. В связи с распространением слухов о скором возвращении хана Нуралы в аулах усилились стихийные волнения. В результате местные роды стали присоединяться к восставшим. В основном они группировались у реки Ойл, в устье реки Чингерлау. Почему часть старшин не поддержала Срыма Датулы? Избегая кровопролития, Срым Датулы надеялся на переговоры с царским правительством. Он хотел, чтобы восстание приняло массовый широкий характер. Но этого не получилось, так как отдельные султаны и правители перешли на сторону карателей. Отказ отдельных старшин от поддержки Срыма был связан с тем, что они боялись лишиться пастбищ, отданным им во владение. Это стало решающим фактором для прекращения восстания. Несмотря на это, Срым пытался заручиться поддержкой со стороны среднего жуза и некоторых родоправителей младшего жуза. С этой целью он вел переговоры с местными правителями. Это встревожило царское правительство и секретным предприсаниям им было приказано взять Срыма в плен. Однако царская администрация понимала, что такими мерами успокоить народ не удастся. Поэтому сочла нужным назначить нового хана младшего жуза. Такой человек должен быть во всем послушным царскому правительству. Он нашелся в лице султана Яралы, брата Нуралы, интересы которого совпадали с интересами Оренбургской администрации. В сентябре 1791 года Яралы был провозглашен ханом младшего жуза, что вызвало открытый протест со стороны Срыма и его союзников. Срым стал искать союзников в борьбе против царской власти. Он вел переговоры с Бухарским аталыком, который обещал прислать в поддержку восстания к сентябрю 1792 года своих воинов. Срым встал на путь борьбы с царским правительством. Начало вооруженной борьбы против царской власти. В сентябре 1792 года отряды Срыма нападают на Илецкую крепость. Повстанцы были отбиты. Также Срым предпринимает попытку атаковать Красногорскую крепость. Эта попытка закончилась неудачей, потому что Срым не получил обещанной поддержки со стороны Бухарского аталыка. Срыв плана Срыма дату Г привел к тому, что восстание переходит в упадок. В ответ царская администрация в лице карательных отрядов разоряла казахские аулы, независимо от степени их причастности к освободительному движению. И многие из них были вынуждены откочевать от Урала. Тяжелое положение казахов усугубила суровая зима. Враждебное отношение Срыма к ханской династии способствовало переходу султанов на сторону царских войск. Несмотря на это, опираясь на поддержку народных масс, Срым не прекратил восстание, хотя народ, находившийся в плачевном состоянии, не мог оказать действенной поддержки. На ослабление активных действий восстания сказались изменения в политических взглядах Срыма дату Лэ. Местные родовые бии и старшины призывали сохранить ханскую власть и избрать другого хана. Срым поддержал эту идею. Ведя борьбу против хана Яралы, он стал помогать хану Хивы Абдугазизу Каипову, который претендовал на звание хана младшего жуза. Чтобы укрепить связи с Абдугазизом, Срым откочевал к Сырдарье. Однако такие действия Срыма противоречили интересам народных масс. Кроме того, с лета 1794 года царская администрация несколько ограничила действия уральского казачьего войска. В этом же году скончался хан Яралы и стали вестись длительные переговоры о новом хане. Хана младшего жуза провозгласили Исима, сына Нуралы хана. Провозглашение хана младшего жуза, сына Нуралы Исима и сильнейший джуд спровоцировали новый этап восстания. В 1797 году отряды Срыма совершают набеги на ханскую ставку, в результате которого хан Исим был убит. В августе 1797 года управление было поручено ханскому совету. Царизм поддержал султана Айшуака. Султаны предлагали султана Каратая, ограничивая тем самым права ханского совета и родовых старшин. Срым-да-Тулы не был избран ханский совет и откочевал на реку Сырдарю, пределы Хивинского государства. Айшуак был избран ханом, который удовлетворял и султанов, и родовых старшин. Срым-да-Тулы не удалось сплотить вокруг себя родовых старшин и вести борьбу с султанами и царизмом. Причины поражения восстания. Одной из главных причин поражения восстания Срыма-да-Тулы было то, что он сразу и одновременно боролся и против царского правительства, и против султана ханской верхушки. А также разногласия среди старшин младшего жуза, предводителю восстания не удалось объединить восставших в одну монолитную силу, восстание было стихийным и неорганизованным, межродовые противоречия, особенно участившиеся с образованием ханского совета, отсутствие единства феодальных групп в организации борьбы. Историческое значение восстания. Восстание Срыма-да-Тулы было первым крупным выступлением в Казахстане, которое длилось 14 лет против колониальной политики царизма. Восстание оказало влияние на политическое самосознание казахского народа. Восстание показало, что в организации народных выступлений недопустимым и опасным являются межродовые противоречия. Последствия восстания. После подавления восстания царизм был вынужден пойти на некоторые уступки. Так, решение правительства от 1801 года, в соответствии с которым казахам разрешалось перемещаться на правый берег реки Урал. Также в 1801 году была образована внутренняя орда. В этом регионе проживали сторонники восстания и родственники Срыма-да-Тулы. Восстание Срыма-да-Тулы остановило и замедлило дальнейший ход колонизации России казахских земель. Срым-батыр остался в памяти казахского народа, как один из видных политических деятелей последней третьей XVIII века. Восстание носило национально-освободительный характер и способствовало росту национального самосознания казахского народа. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok